Всем привет, с вами Декоди, и вот уже прошло практически 3 года с того момента, когда вышло обновление 2.1. С тех пор очень многое поменялось, но неизменно только одно. Обновление как не выходило, так и не выходит, тем не менее, постоянно появляются различные новости касательно него, которых нередко хватает на целый ролик. Сегодня именно такой случай. Начну, пожалуй, с того, что игра была удалена из Google Play. Я говорю это совершенно спокойно, потому что из магазина приложений исчезла только Geometry Dash Meltdown и бесплатная версия. Поначалу некоторые начали предполагать, что это произошло по причине долгого отсутствия обновлений, но на деле данное недоразумение оказалось банальной ошибкой. Роберт уже написал в службу поддержки, но пока кроме робота ему никто не отвечает. Видимо, из-за этого ему и пришлось написать об этой ситуации в Твиттере, чтобы обратить на неё внимание. К ней я чуть позже ещё вернусь, ибо название ролика вы прочитали и наверняка хотите понять, почему обновление 2.2 скорее всего выйдет в ближайшее время. А может быть и нет. Так, небольшое отступление. На данный момент всё хорошо. Geometry Dash Meltdown и бесплатная версия уже восстановлены и их можно беспрепятственно скачать с плеймаркета. Ещё были бы они кому-нибудь нужны. Но то, что произошло после этого, не описать словами, там и сливы, и фейки, и сообщения Роберта в огромном количестве. Я просто это не могу уместить в один ролик. Конечно, я пытался это сделать, но в итоге получилась какая-то каша. Так что, как говорится, следите за каналом и в ближайшее время выйдет отдельный видос на всю эту тему. Будет точно интересно. Практически каждый новостной ролик не обходится без сообщений Роберта в Дискорде. И на этот раз их как никогда много. Пускай они и были написаны порядка двух месяцев назад, но тем не менее, информация там достаточно интересная. Ещё бы Дискорд работал как полагается. А то я столкнулся с тем, что сообщения ни одного из участников официального сервера по игре невозможно найти. По крайней мере на момент записи этого видео. Разработка обновления 2.2 заняла уже достаточно много времени, поэтому для следующего обновления будет хорошей идеей воплотить в жизнь те вещи, которые хотела бы видеть комьюнити игры. Действительно, мысль хорошая, но когда-то и 2.2 не должно было быть большим обновлением. Триггер, позволяющий останавливать действия других триггеров, будет разделён на два противоположных по функционалу триггера. Один из которых сможет в определённый момент ставить на паузу действия, например, триггера перемещения, а другой его возобновлять. Такое разделение необходимо для режима платформера. Я уверен, что и в обычных уровнях этой паре триггеров найдётся применение. В 2.2 можно будет отметить любой объект как неприкасаемый, что сделает его невидимым для игрока. То есть, такой объект перестанет являться препятствием, что позволит его вращать и делать с ним всё что угодно. Но нужно ли это, если вращение объектов с хитбоксами всё равно останется невозможным? Триггер вращения на самом деле не является каким-то сломанным, и тот факт, что он перемещает объекты по-особенному, является следствием оптимизации, о чём я и говорил в ролике про баги и особенности игры. В 2.2 можно будет отключить оптимизацию, что сделает вращение очень плавным. В ходе длительного разговора между участниками сервера и Робертом было решено, что лимит друзей будет увеличен до 400. На данный момент это нововведение уже в силе. До недавнего времени я не знал, что в редакторе существует кнопка под названием Build Helper, которая позволяет копировать объекты и триггеры с использованием свободных групп. В 2.2 появится кнопка, которая позволит выставлять некоторые системы триггеров автоматически. Для режима платформера это просто необходимо, так как в какой-то мере избавит креаторов от однообразной работы с триггерами. Сейчас, для того, чтобы сделать какой-либо арт по завершении уровня, нужно провести нехитрые манипуляции с триггерами перемещения. Но в 2.2 будет добавлен отдельный триггер для создания кастомной концовки. На вопрос по поводу создания команды для разработки игры, Роберт ответил, что программирование в одиночку и в команде ощущается совершенно по-разному. Распределение обязанностей между новыми разработчиками займет слишком много времени, по его словам. В 2.2 физика должна вести себя более стабильно, и таких ситуаций, когда, например, невозможно перепрыгнуть шип, будет меньше. Те уровни, которые являются приватными, больше не будут нуждаться в верификации. Количество пиксельных объектов будет достигать 500, причем их увеличение не будет приводить к потере качества, прямо как в случае с векторной графикой в фотошопе и иллюстраторе. Сейчас изменить шрифт, используемый в счетчике, нельзя. Это будет исправлено в грядущем обновлении. С сообщениями Роберта вроде бы все. Теперь переходим к менее значимым, а для кого-то, возможно, и наоборот, более значимым новостям. В прошлых роликах я рассказывал вам о короткометражке по игре, которая называется Prelude. Так вот, на данный момент уже можно послушать музыкальное сопровождение, которое в ней будет использоваться, а также посмотреть опенинг. Если к музыке никаких вопросов нет, так как она сделана крайне качественно, то вот касательно анимации возникают вопросы. Ибо тот опенинг, длиной в полторы минуты, который вышел на канале Виприна, создавался 5 месяцев. А короткометражка будет длиться целых 11 минут. И учитывая общее время разработки, можно уже сейчас судить о качестве анимации, ведь многие ждут чего-то невероятного. Но стоит понимать, что этот проект не создается какой-то студией и не финансируется, поэтому ждать чего-то невообразимого бессмысленно. Честно говоря, не особо хочется обсуждать сюжет, про который почти ничего не известно, качество анимации. Ибо одним не нравятся ноги, которые вдруг появились у персонажей, изначально представляющих из себя иконки. Другие не понимают, к чему эти крылья, некоторые вообще считают используемую палитру цветов неприятной для глаза. Мне кажется, стоит дождаться 14 декабря и увидеть все своими глазами, наблюдая уже полную картину без завышенных ожиданий. Короткометражка, это конечно здорово, но вместе с ней также состоится премьера Geometry Dash Awards, в которой, учитывая мнение комьюнити, будут объявлены лучшие креаторы, игроки уровня. И вот на этом моменте начинается самое интересное. Viprin как-то писал у себя в твиттере, что обновление не выйдет, пока не выйдет короткометражка, а до ее выхода осталось буквально пару дней. Также в Дискорде недавно был опубликован неофициальный список всех известных нововведений и изменений в грядущем обновлении. Я, конечно, мог бы полностью разобрать его, если бы не делал этого в прошлых новостных роликах, ведь этот пост является выжимкой всего того, что было и так известно. Один из саундтреков в Prelude называется 2.2 вышло? Viprin сделал доступными товары с этой надписью. В твиттере Роберт написал, что 2.2 становится ближе, работа идет полным ходом. Вероятнее всего, обновление уже действительно не за горами, ибо ну сколько можно? Ладно, теперь точно стоит немного отойти от этого обновления, и поговорить немного о других вещах. Последние два ролика в значительной степени были посвящены год Итеру, а именно причине его удаления, которое заключается в неправомерном использовании артов. Нобелебой уже выбрал новое название для уровня, Астрал Дивинити, и создает арты на замену старым, которые использовать нельзя. Также он выпустил превью двух экстремальных демонов. Если Омега, завершающий трилогию демон, еще более-менее проходим, и выглядит в целом неплохо для экстремального демона, то вот как Нобелебой собирается верифицировать Орочи, непонятно. Мне кажется, что он станет демоном, который вызывает интерес у игроков, но по итогу его пройдут несколько человек, и на этом все закончится. Если, конечно, выход Орочи в том виде, в котором он сейчас представлен, в принципе возможен. Но вот другой, крайне сложный экстремальный демон, вполне может быть верифицирован русским игроком, которого вы, скорее всего, знаете, благодаря прохождению Год Итера, которая появилась раньше всех именно на его канале. Шансы пройти Тартарус у Дольфи достаточно великим, так же, как когда-то и у Малси, который поставил рекорд на этом демоне в 97%. Я могу только пожелать Дольфи не повторить этот рекорд. Тем более, судя по последним роликам, большая часть Тартаруса дается ему хорошо. Опять же, русский игрок с ником Stickman недавно достиг отметки в 100 тысяч звезд. До этого, честно сказать, я его даже не знал. Но такое достижение, как вы понимаете, не могло пройти незамеченным. Посмотреть, на каком месте в топе он находится сейчас, нельзя. Зато это можно сделать в браузерной версии игры. Она, конечно, не позволяет проходить уровни, но вот просто найти их и посмотреть название можно без проблем. Так же, как и скачать нужные иконки и увидеть исправленный топ игроков. Галватрон на своем канале выпустил превью уровня, идея которого заключается в том, что первую половину строит один креатор, а вторую другой. Но это же обычный коллаб, спросите вы. Только вот он не совсем обычный, ведь каждую из частей креаторов можно будет наблюдать на протяжении всего уровня. Серпонш, наконец, решил доделать уровень, который представляет из себя неплохую анимацию. Черепа, необычные эффекты, обилие красного цвета сочетаются отлично. Ну и последняя новость, которую я никак не могу обойти стороной. Димрейн 47, создатель треков, которые используются в катаклизме, бладбафе, спустя 7 лет объявился. В ближайшее время от него можно ожидать анонсов и публикации неизданных работ. Периодически я переслушиваю старые треки Димрейна 47 и вслушиваюсь в каждую нотку, так как его треки поистине великолепны. Я до последнего не верил, что он вернется, но это случилось и я действительно жду его новых треков. На этом я буду заканчивать. Хочу сказать в завершение, что не стоит воспринимать мое предположение по поводу обновления всерьез. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!